Сегодня пятница, и у нас есть такая рубрика, которую мы стараемся поддерживать. Это пятничные котики. А почему? Почему мы эту рубрику вообще придумали? Потому что классно, классно и очень умилительно, и местами даже очень смешно видосы с котиками. Ну это же кототерапия! Поэтому я предлагаю прямо сейчас, сядьте, пожалуйста, поудобнее. Будем мяукать? Настройтесь на кототерапию. Расслабьтесь, ни о чем не думайте, и просто смотрите на этих котят. Пожалуйста, давайте первое видео. Будем умиляться, наслаждаться. Как много котиков для счастья нужно. А лучше три котика. Это когда сильно устал? Ну, да, устал. Либо человек замерз, и это обогреватели. Они греют его. Да. Может, там еда просто рядом? Шерстяной обогреватель. Или это тот случай, когда ты уснул в кота-кафе. Потому что, если вы обратите внимание, там на фотографиях тоже котики. И рядом еще котики. Да, вот там позади, посмотри. Фото котиков. Все, зашла, посмотрела. Давайте следующее еще видео с другими котиками. Еще, возможно, более умилительными, более веселыми. Кототерапия продолжается. Внимание на экран. Малыш! Вот, получилось. Сеанс удался. Перцы. Рыжие. Самые лучшие котики. Можете подпевать. Мы не знаем японский. Не знаете? Нет. Не можете. Ну, давайте еще одно видео с кота-терапией. А потом я расскажу еще одну новость, связанную с котиками. Итак, настраивайтесь поудобнее. Пятничные котики. Кототерапия. Еще одно умилительное видео для вас. Я обалдею от таких видеороликов. Это просто что-то... Последний котик это манечкин, правильно? Я не разбираюсь в котиках. С короткими лапами. Они просто все очень милые, классные. И хочется, чтобы котики были всегда... У котика был дом. Был хозяин. И вот как раз сейчас хочу вам рассказать про пилота. Ну, пока ладно. Давайте еще одно видео. Ну, давайте. Еще одно видео. Давайте еще раз покажем. Еще раз это видео включить. Это можно будет бесконечно смотреть. В общем, про пилота. Почему я заговорил? Потому что есть прекрасный, как правильно произносится, Мэтт Прэбиш. Он эвакуировал. Эвакуировал котят. Ураган Милтон мы тоже в студии обсуждали. Так вот, во время урагана он эвакуировал 145 животных из пострадавших районов. Ну и, конечно, сам Мэтт тоже показал своим примером о том, что этим котятам теперь нужны животным новые домики. И взял себе котенка. Таким людям надо памятники при жизни ставить. Смотри, какой он счастливый. А какие коты счастливые? А знаешь, какой он был грустный без котенка? Он вообще был грустный-грустный. А сейчас у него есть котенок, и он очень добрый и веселый. Он столько душ спас. Эйвери зовут котенка. Такую кличку. Эйвери? А я думала, Васьк? Нет, Эйвери. Я думала, такие коты только у нас в России живут. Оказывается, нет. Да, вот что хотел сделать Мэтт? К чему он хотел нас как-то вдохновить своим примером? То, что нужно забирать животных из приюта. Возможно, у него получилось. А я вот рассказал эту историю. Возможно, помог немножечко с этим делом. И вы тоже задумаетесь прямо сегодня. Может быть, пойдете в приют и возьмете себе кошечку или собачку. Сейчас. Мейтpture. Какой día. Сейчас. eredи. Сейчас. Верим. Продолжение следует...